с которой мы сталкиваемся не каждый день, можно сказать. То есть в минус 10 она заводится с 10-го раза. Где-то был человек в сервисе, поменяли свечи накала, ничего не изменилось. А проблема в блоке управления свечей накала. Утро доброе. Компания УИМЗАП, Анатолий. Сегодня у нас очередной ремонт, такой довольно как бы непростой. Снимаем такие вещи, с которыми мы сталкиваемся не каждый день, можно сказать. У нас Киев Махав, 2009 год, трехлитровый турбодизель. Проблема плохой запуск. То есть в минус 10 она заводится с 10-го раза. Где-то был человек в сервисе, поменяли свечи накала, ничего не изменилось. Потом он стал искать людей, кто бы мог это исправить. Сегодня записался человек, приехал, сделали диагностику. Ошибочка в блоке управления двигателя, висит обрыв цепи свечей накала. Но в этой машине на самом деле проблема не в свечах накала, которые уже сменили, а проблема в блоке управления свечей накала. Вот такая же штучка стоит у нас. Этот двигатель у нас Туареговский. И проблема такая же есть у Туарега, у Ауди, Ку-7. Везде, где стоит этот блок свечей накала. Что мы сделали? Вот здесь подходит силовой проводочек. Мы проверили, питание сюда приходит. И также сняли разъем и прозванивали. Выход на плюс с контактов. Здесь идет на свече накала, на каждую свечу. И также прозванивали меж собой. Блок не откликается. Сейчас мы его будем снимать. Потом мы его вскроем и покажем, в чем дело. Этот блок, можно произвести ремонт этого блока. Либо, допустим, в замену. Сейчас мы снимем, по номеру посмотрим этот блок. Блок может быть как Kia, Hyundai. Также он может быть Audi, Volkswagen. Либо вообще бьется по борт. Пробьем в разных марках машин. Посмотрим, сколько он стоит. И стоит ли вообще делать ремонт данного блока. Проблему этого блока тоже покажем. Что происходит с ним. Сейчас разбирать будем, снимать. Для этого, чтобы его снять, вроде бы он, вот он стоит. Вот он один болтик, там второй. Но второй болтик не открутить, потому что он стоит под защитой. Такая теплая и шумозащита. Чтобы нам снять, надо будет снять два патрубка интеркулера, патрубок охлаждения и снять верхнюю часть диффузора. И тогда мы смотрим, сможем снять уже защитку и снять сам блок. Так, ну что ж, приступим к разборке данного автомобиля. Ну вот сейчас патрубочек снимаем. Первый. Самое главное, не ленитесь. Чем больше открутите, тем быстрее и качественнее сделаете. Вот эти отверстия, то есть отверстия, так сказать, или старайтесь в избежании, в процессе будете работать, то есть инструментом, чтобы не попало ничего. Я надеваю так перчаточку и с той стороны мы сделаем точно так же. Вот здесь тоже есть такой нехороший. Туда может упасть гаечка, болтик, когда мы будем отворачивать диффузор. Поэтому лучше этого избежать. Так, теперь второй у нас. Здесь уже есть такой небольшой плюс. Кто-то его делал и часть болтов уже отсутствует. Так, вот мы сняли второй патрубочек. Сейчас надо нам еще одну пару перчаток. То есть кто-то может использовать тряпочку. Главное вовнутрь не вставлять, чтобы не забыть там ее. Так, теперь у нас патрубок охлаждения. По свечам накала, кстати, здесь получается V6. Шесть свечей. Четыре свечи, в принципе, в свободном доступе. А две свечи, чтобы сменить, необходимо снять подвижной блок впускного коллектора. Вот он находится у нас здесь. Две свечи там не дают, не в доступе у нас. Так, снимаем охлаждение. Вот здесь патрубок выльется там некое количество антифриза. Буквально там несколько грамм. Так, диффузор крепится вот здесь. Два болтика. Также у нас имеется еще по два самореза разделить, чтобы сам диффузор. Но с правой стороны у нас уже отсутствуют болты. Кто-то их не установил. Вот такие саморезики. В принципе, если нам даст решетка, то он должен вылезти. Вот он. Вот так у нас получилось. Вон, разобрался. И вот они теперь болты. Вот он один. Второй. И сейчас мы увидим там еще два. Кремень. Приводной ремешок весь полопался в трещинках. Сейчас известим об этом клиента. Если будет желание, то надо будет заменить. Потому что в рекомендациях лучше, конечно, сейчас, если сюда залезли, замена уже будет не так сложная. Так, ну, вот он болтик у нас теперь, который как раз-то нас волновал. Ну вот, получается, что-то буквально пять минут. Я его снял. Ничего тут нет сложного. Вот так выглядит наш блок. Номер блока 36720-3А100. Смотрите, такой блок неоднократно уже ремонтировался. Проблема этого блока заключается в том, что здесь запаяна крышечка. Сейчас мы ее так аккуратно как бы выпилим или вырежем. Вскроем ее. И там под силиконом мы увидим контакты. От силового провода будут идти такие небольшие усики. И считается, что они довольно тонкие, не держат. И они от времени сгорают. Либо проблема со свечами от старения свечей. То есть нагрузку берут, и они выгорают. Эти провода можно усилить. Сейчас мы вскроем и покажем, как это все будет на самом деле происходить. Так, ну все. Здесь, в принципе, сейчас закончим. Вскроем блок и все покажем. Будем вырезать. То есть будем делать как-то вот так сейчас. Допустим, сейчас пометим. Будет непросто. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, что там на самом деле, как все выгорело. Вот. И потом посчитаем и, возможно, сделаем ремонт. Так. Вот такими движениями сейчас будем ее вырезать. Вот крышечку мы вскрыли. Вот так с помощью лизии. От силового провода, который заходит на саму микросхему, идут вот такие контакты. Вот они у нас отгорели. То есть питание туда не приходит. Вот он силикон. И вот он обрыв. Так. Что нам нужно сделать? Здесь вот они у нас есть. Вот сюда он приходит. Нам необходимо удалить силикон вот здесь. И зачистим вот здесь от основного. Здесь он такой медный будет, толстый. От него припаять новые перемычки уже к самой микросхеме. То есть тем самым мы усилили. Вот она. Такие вот они, сказать, гадкие, тоненькие. Поэтому они не выдерживают. Сейчас почистим все. Опять же узнаем цену, что там как у нас. Сколько стоит блок. Сколько будет ремонт блока. Стоит. Есть предположение, что если данный блок отремонтировать. И усилить. Немного усилить. Перемычки. То он станет вечным. Не знаю, как это будет. То есть не один блок уже произвели ремонт такого блока. Сделали. Все работают успешно. То есть не один год уже. Как бы они испытаны. Тестируются. Поэтому будем надеяться, что этот тоже починим. Перепаяем. Вот там у нас получается. Раз, два, три, четыре. Идет перемычки. Из них. Из них у нас получается. Трица сгорела две. А две двойных остались целых. Но мы их также обрежем и усилим. Вот как-то примерно так. Ну все. Начнем вычищать силикон. Отсюда удалять. И потом уже непосредственно приступим к припаиванию. Новый перемычек. Да, это тоже перемычки. Но эти перемычки, это идут на свечи накала. Допустим, вот эти идут для управления обратки. Раз, два, три, четыре. А вот эти раз, два, три, четыре, пять, шесть двойные. Это именно свечи накала. Питание идет на свечи. У нас шесть свечей. И вот они шесть двойных перемычек. То есть вот свечи накала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эти идут для управления. То есть они для теста. Тоже уходят на свечи. Ну все, сейчас будем вычищать ее. И посмотрим, как все там произойдет. Собрали. Также вот он у нас блочок. Замазали снаружи герметиком. Герметик использовали черный. Виктор Рейнс. Также клиент рекомендовали заменить приводной ремень. Вот. Заменили приводной ремешок. Жалобы были такие, что якобы заменили ролики все четыре. Но иногда был свист. Причиной был, скорее всего, ремень. Потому что форма ремня, то есть, говорит о том, что он не круглый. Он очень жесткий. То есть полопался, мы его заменили. Так, по блоку. Блок запаяли, блок поставили. Не будем вам показывать и рассказывать, в принципе, как все это произошло. То есть ошибочка по блоку обрыва цепи ушла. Также мы с помощью диагностики зашли в даталист. Сняли удобную нам клемму со свечи накала. Вот там у нас внизу сняли. И с помощью мультиметра включили зажигание и проверили, что питание приходит. Также, то есть, блок был, прозвонили после того, как припаяли на месте. То есть, прозвонили. Потом подсоединили к ней плюс. Прозвонили все шесть силовых контактов. И потом уже прозвонили именно на свече. То есть, все проверили, все у нас работает. Сейчас заведем. Вот так работает наш дизель. Так, ну что у нас еще осталось? В принципе, все сделали. Так, есть такой еще момент. По блоку мы все починили. Завтра будем надеяться, что жалоб на запуск не будет. Также обнаружили утечку топлива на данном авто. Была жалоба, что идут пары топливные. Лопнула трубочка. С ТНВД обратка. С топливной рампой и с ТНВД. Топливная трубочка вот здесь лопнула. И топливо стекает вниз. Трубочки такой нет в наличии, нет в Москве. Данная трубка только под заказ. Она идет двойная. То есть, как подача, так и обратка. То есть, она идет такая в сборе. И также вот у нас сама обратка с топливным форсунок. Вот здесь тоже подтекает топливо. Вот в этом месте. Вот эта обратка трубка, то есть форсунок. Она идет на все 6 цилиндров. Поэтому трубочки мы заказали на подачу и обратку ТНВД. Заказали. И заказали обратку под топливные форсунки. Когда они придут, клиент позвонит. То есть, приедет и, надеюсь, снимем видео по замене. Тут у нас необходимо будет снять патрубок интеркулера и снять пускной коллектор. Будем снимать пускной коллектор, воздухозаборник и патрубок интеркулера для того, чтобы заменить. Трубочки заходят под ТНВД, стоят внизу под коллектором. Ну что, все закончили. Все работает. Будем надеяться, что все будет хорошо. Все, всем пока. Ждите очередное видео. Субтитры сделал DimaTorzok